Всем привет, с вами канал Крутый Гаджет, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно превратить свои андроид девайсы в iOS-подобные устройства. Для этого нам понадобится приблизительно 8 программ, все ссылки будут в описании. Так, давайте начнем с ланчера. У меня есть два ланчера на выбор. Первый это X запускаем, X ланчер. Вот, как видите, здесь все ярлыки, как вот на iOS, но здесь все есть лишние программы, вот как вот это и подарок с левого угла, или вот ускоритель посередине и плейрек. Это все лишние программы, если вы сделаете вот такой свайп, здесь будет поиск. Так, а еще другой ланчер, это i-ланчер, выпускаем его. Здесь ярлыки не похожи, ну, немного похожи на iOS, но здесь сам дизайн ланчера больше подходит. И вот если сделаете свайп, это поиск, он практически такой, как на Apple устройствах. Так, следующее у нас, это клавиатура. Так, ссылка на эту клавиатуру будет в описании. Так, вот Apple Keyboard. Так, давайте посмотрим, какая она. Вот, вот такая клавиатура. Так, следующее, это браузер, наподобие Safari, но здесь с рекламой браузер. Сейчас он длительно запускается, вот такой браузер. Называется Blue Browser. Не знаю, если вы будете пользоваться этим, ну, не знаю. Этот браузер мне лично не понравился. Вот так. Дальше, иконпэк, его вы сможете установить в ваш ланчер, если вы хотите, можете в стандартный, а вот эти кастомные ланчеры, например, в iLancher здесь не стоят, но вы здесь не сможете изменить, а в этом ланчере другом, называется xLancher, то здесь уже такие, как в этом паке. Но если вы хотите в простом ланчере вашем, то прошу использовать. Ссылка, как установить пак иконок на стандартный ланчер будет в описании. А, следующее приложение, это iControl. Так, запускаем его, и вот, iControl это вот такая штука, как на Apple, снизу вот так вот делаем свайпы, и здесь вот панель управления, что-то наподобие этого. Здесь камера, калькулятор, секундомер, фонарик, здесь громкость, здесь освещение экрана, яркость экрана, освещение экрана, Wi-Fi, Bluetooth и другое. Так, следующая программа, это iNote, это уведомление, то есть штука такая, так нажимаем Enable iNote, так, окей. Так, это у нас штука, как на iNote будет, делаем слайп сверху, вот, и у нас вот такая штука. Здесь уведомления, а здесь вот календарь и другое. Здесь также поиски есть, вот, по приложениях и по-другому. Так, а следующее приложение, iLauncher мы уже проходили, Lock Screen. Так, здесь активируете, вот, здесь ваш локскрин, так, здесь выключается реклама, за деньги, так, Notification settings, включаем, чтобы уведомления были на экране блокировки. Также можете включить погоду, можете еще пароль поставить. Так, еще вот, Time Format, 12 или 24 часа, и обои. Выбрать, так. Unlock Text, также можете выбрать, там, что хотите, добавляете. Так, заблокируем экран наш. Вот, у нас вот такой локскрин, здесь, к видео уведомлению можете убрать. Так, давайте установим пароль здесь. Так, вводим здесь пароль, например, 5656. 5656. Так, блокируем экран наш. Так, здесь вы должны удалить свой экран блокировки в настройках, чтобы стандартно не было пин-кода. Так, и здесь тогда вводим вот такой пин-код. А у меня еще здесь пин-код стоит. Так, что я ввожу здесь, а если у вас это есть, то просто снимайте. Так, и последнее, это ВК. У меня был уже обзор этого приложения. Здесь можно делать посты с iOS-устройства. Сейчас давайте сделаем пост 1. Моя страница. Написать через. Нажимаем iPhone. Пишем, например, iOS. Готово. И обновляем. И у нас здесь будет пост. Ссылка на это приложение, как ним пользоваться, я дам в описании. И на все другие приложения. Так что ставьте лайки под видео, подписывайтесь на мой канал и на мои соцсети. Пишите, что вы думаете об этом превращении андроида в iOS-ы. Ставьте лайки под видео. Всем всего хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok